Вчера все мы следили за посланием, и я думаю, что не только мы, журналисты, отметили, что очень много ярких моментов в вашем послании касалось тем суверенитета и молодежи. Особенно ярко прозвучала ваша фраза, я ее зачитаю, тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, президент, правительство или еще кто-то, будут прокляты нашим белорусским народом. А кто посмеет сделать это силой, получат мощнейший ответ. Очень нервную реакцию, назовем это так, вот эта фраза вызвала у некоторых политиков, в том числе и в России. Вот как бы вы прокомментировали, почему такая реакция? Вы обратили внимание, что, хоть я экспромтом это говорил, там внутренний фактор и внешний фактор, но эта тема актуальна. И когда я обратился к этой теме, я просто решил, таким образом, своими мыслями, которыми я мучаюсь, страдаю и болею, может даже усилить, сделать акцент на этом. Внутренний аспект связан с тем, что Лукашенко, там еще кто-то, они вот там хотят Беларусь включить в состав какого-то государства. Поэтому, если Лукашенко это сделает, он будет проклят народом. Это касалось внутренней части. Что касается внешне, ну история же знает, сколько было таких случаев, когда силой то или иное государство инкорпорировали, включали в состав другого государства, покоряли и так далее. Поэтому это был и внешний акцент, что если кто-то смеет, получит отпор. Зря страдают некоторые политики, особенно в России. Я прочитал всю эту информацию, получив, ах, это вот против России. Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю сейчас, я это умискренне говорю, Россия – это, можно сказать, оплоты нашего суверенитета. Не дай бог, что случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе. Поэтому не надо страдать некоторым в России политикам и брать на себя вот эти фразы, как будто они адресованы России. Ну и в-третьих, что немаловажно, наверное, Оля, ни вы и ни я не встречали ни географических карт, ни административных карт, ни политических карт мира или нашего региона Европы, Евразии, где бы граница Российской Федерации проходила под Минском или даже за Минском, где-то под Гродно, под Брестом и так далее. Этого мы нигде не видели и не встречали. Дальше не хочу продолжать, другие карты есть. Поэтому тем надо думать и в свой адрес воспринимать сказанное. Ну еще, если говорить о нервной реакции, конечно, мы журналисты такие моменты особенно отмечаем. И вот когда был задан вчера вопрос о строительстве АЭС, мы отметили такую нервную реакцию у посла России, когда зашел о нем разговор. Вот в этом смысле как вы его прокомментируете? Вы знаете, я не буду комментировать этот момент. Мне неправильно будет, если я буду комментировать, хотя я имею свое мнение. Посол России – это представитель президента Российской Федерации, моего доброго друга. Он его рекомендовал сюда. И это представитель Министерства иностранных дел России. Оля, они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен, это древняя с хорошими традициями страна, которая прекрасно понимает, как должен вести себя тот или иной посол, как в России, так и за ее пределами. Поэтому здесь даже и комментировать нечего. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова